29 февраля отмечают день оверклокера. Эти специалисты разгоняют компьютеры, то есть делают их процессоры быстрее. Лишний день календаря, который является своеобразным разгоном второго месяца года на 3,6%, символизирует собой стремление продвинутых пользователей выжать из железа дополнительные мегагерцы. А значит, повысить качество картинки в играх или набрать больше очков. Остальное же население по старинке к этому дню и високосному году в целом относится настороженно. Оказалось бы, это просто стечение обстоятельств, космических обстоятельств, астрономических год длиннее календарного на 6 часов. За 4 года набегают лишние сутки. Если их не учитывать, календарь не будет соответствовать исчислению времени. Например, весна реальная наступит раньше, чем календарная. Виктория Редькина попыталась разобраться, стоит ли опасаться високосного года и редкого 29 февраля. Опасный или прекрасный 29 февраля в Древней Руси считался днем неоднозначным. С одной стороны, это праздник темных сил, например, Кащея и всякой нечисти, которые бастовали против прихода весны и наступления новой жизни. В этот день по приметам нельзя было начинать ничего нового. Не строить дом, не приступать к какой-то работе, не тем более давать деньги в долг. А с другой стороны, это некий выходной. Можно было спать до обеда, а потом, например, помолиться в церкви. Что интересно, похоже, очень верование имели и народы Европы. Вот по поводу всех остальных Азии тут сказать ничего нельзя. Вот народы Европы. У них тоже этот день был связан с какими-то потусторонними такими силами. Тоже было много. Но там очень интересно, что только русские, например, приметы все негативные. А что касается европейских верований и примет, то они очень забавные в том плане, что, допустим, это был единственный день, и даже его в шотландском законодательстве даже закрепили. А когда могла сделать предложение женщина-мужчине, а не наоборот? Весокосный год некоторые считают странным и даже страшным. Так в разные годы 29 февраля во всем мире происходили массовые трагедии. Например, в Марокко за 15 минут землетрясение унесло жизнь 15 тысяч человек. А авиакатастрофы в Перу, Австрии, России еще несколько сотен жизней. На самом деле это такой же год, как и все остальные года. И по поводу того, что трагедии, допустим, происходят именно в этот год, если посмотреть, открыть интернет, посмотреть статистику, то трагедии происходят и в другие года, и более сильные, более масштабные, скажем так. Суеверие только срабатывает с теми людьми, кто в них верит. Почему? Потому что это люди зацикливаются на этом, и они обращают больше внимания на негативные события в этот день. Ничем не отличается, я бы сказала, этот год. Единственное, что у нас в этом именно году, в 2020, много затмений и много ретроградных планет к нам идет. Наш 2020 год, високосный, он действительно год трансформации, год перевоплощения, ну и год каких-то новых шансов, которые надо использовать. В этот год нужно планировать, да, и все свои силы, максимум, обратить на воплощение своих планов и желаний. Родиться 29 февраля довольно редкий шанс на всей планете. Таких счастливчиков всего 4 миллиона. А за последние 20 лет в Югре зарегистрировали около сотни малышей, рожденных в високосный год. Для нас же, как для сторонников естественных родов, приоритетом является самостоятельное начало родовой деятельности, именно тогда, когда оно должно случиться. И мы без необходимости на то не вмешиваемся в естественный процесс, начало родов. Поэтому как происходит, так и происходит. Когда ожидаются плановые роды, мы, конечно, учитываем пожелания женщины в выборе даты. Мои родились 20 февраля 2020 года, их двое. Но если бы родились 29 февраля, мне вообще было бы все равно. Потому что это самое лучшее, что может быть на свете. Родилась 29 февраля, а в паспорте 28, потому что, ну, как я буду праздновать свой день рождения раз в 4 года, поэтому родители сделали 28 число. Когда есть 29 февраля, я, конечно, праздную 29 числа. По паспорту 28-го все остальные праздники. Некоторые родственники поздравляют меня 1 марта. Раз в 4 года кедровые деревья дают большой урожай. Раз в 4 года проходит главное спортивное событие планеты – Олимпийские игры. Верить суевериям и приметам или нет, каждый выбирает для себя. Однако високостный год хоть на день, но длиннее. А значит, можно успеть сделать больше хороших дел. Виктория Редькина, Антон Ракитин, Виктор Севков, Григорий Апанасюк и Юрий Гурьев. Специально для программы «Больше, чем новости».